Всем привет, мы продолжаем прохождение в Final Fantasy 4. Я надеюсь, что на этот раз мы в лунную дорогу, да, наверное мы зашли правильную пещеру на этот раз. Монстры! Нет, только не монстры. А, это хорошие монстры. Ну, в том плане, стоит ли тратить магию, вот в чем вопрос. Ну, пожалуй, если так. Это было, наверное, не обязательно все-таки. За других дадут не так много опыта, как давали в той пещере, но за них дадут где-то 7500-8. Это тоже вполне неплохо. Отравление у Робича, ну вот мы вылечим, не беда. Бьют целенаправленно по магам нашим, кстати, смотрите, враги. Что-то довольно-таки, конечно, не очень гуд. Но то, что все-таки урона не по 1000 уже пора, но намного меньше это радует, это очень радует. Ну, должно этим ходом мы, в принципе, добивать этого про циана, как оно там написано. Да, 7500 дали. Дали какую-то яблоко, да, которое я могу взять, ну ладно, обойдемся. Если вот на сундуке было яблоко, не надо было обходить. Я вот не знаю, нужно мне было брать это зеленое яблоко или нет. По идее, если это был бы квест-предмет, то его нельзя было выкинуть, да? Или можно? Ладно, будем сервиться в другой слот, если что, потом. Потом заново все это сделаем. Так. Атака. Атака должны ланшотить. Попробуем уробычем проализовать одну из гранат. Не получилось, жаль. Хотелось, но не получилось. Немножко все светлее, мне так кажется, стало. Изображение у нас какое-то. А, мы зашли в ледяную пещеру, поэтому лед отражает свет. Такой легкий бой и, в принципе, за ним ничего и не дали. Бомбы у нас были, поэтому как бы... А что за Фума, погодите, у нас есть какая-то экипировка. Фума, что это вообще такое? А, это для... Ниндзя нашего, да, скорее всего. Тут тоже будут монстры, нет? Фотон, Фотон, Луны и Звездная Пыль. Ну... Череда действий. Хотел сказать как-то по-другому, забыл. Да забыл, что хотел сказать. План действий на этот бой уже, как бы, готов. Магия Эджа, магия Робыча, хилл небольшой розы и... Ну, ждем 1400 своих фото, или сколько там дадут. Может быть, чуть меньше. Может быть, чуть больше. Да, 1400. Отлично. Заходим дальше. И у самого входа нас ждут еще две. Четыре. Моба. Это две гранаты и два шара. Ну, шара мои, шаров мы быстренько ланшетнем. А вот, как будет далее, так нет. Поэтому посмотрим. Робыч не програлизует фрага, к сожалению. 500 от розы. Вот, видимо, святые стрелы. Они, видимо, как межить идут гранаты, да? Как темные. Поэтому и такой урон неплохой. Ну, опять же, очень мало опыта. Ну, бой легкий зато. Не бегемот все-таки. А, две 500 опыта. Это пещера мы правильно аж сходили, что прокачались довольно-таки неплохо. Угу. Угу. А толку-то мало, да? Я только сюда могу пройти. Умная дорога. Очередная. А, тут уже посильнее враги я вижу. Красный червь какой-то. Давайте огоньком 3 уровня долбанем этих красных червей и так далее. Ну, так, на всякий случай. Чтобы не слишком изображали себя. Ух ты, 700 по розе долбануло. Эдж крит 1400. Робыч огонек 42500. Вот червью 4 500. Я вот 4 с чем-то, короче, долбануло. Это очень круто. Сейчас мы подхилимся где-то по 700. Да, отлично. И должны червят, в принципе, добивать. Как у него там уже? 5500 сняли. Пора, пора. Ух ты, 700 в ответочку. Очень больно поэт же он нанес урон. Очередной вампир. 48. 180. Ну, где-то 6 с чем-то тысяч. 5-3 стопы нам дали. Роза повысила на каинский уровень. Это очень классно. Мы идем дальше. Два шага боя, два шага боя, два червя. Ну, как бы опять же, порядок действий у нас тут понятен и очевиден. Я не буду жалеть манью. Наверное, да, я просто сейчас с четвертого уровня подлечусь. Да и все. Венеджи почти убили, а. Очень неприятно. 5-400 по дальнему, 4-100 по этому. По ближнему. 1800 от Арая, отличный урон и червяка сдох. 1200 от Эджи, почему-то он не сдох, не знаю. Это должен был сдох. А, потому что до этого, да, 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 да. Лампиры эти еще идут очень неприятно. 300 от всего лишь. И небольшое количество денег, к сожалению. И вот мы уже у лунного дворца, где мы можем что сделать? Правильно, заюзать вещи. Вещи тут будет естественно. А что у нас кроме палаток есть? У нас есть кроме палаток? Кабинка 25, да? Ну, тут я мало потратил жизни и магии, поэтому тут палатка, в принципе, пойдет. Вот, а кабинка, она более... То есть, выполнена. Больше восстанавливает жизни и манна. Если они ошибались. Отлично. Так. Манна почти фул. У робочи там чуть-чуть совсем не фул. Жизни тоже почти фул. Сохраняемся. Сохраняемся в верхний слот. Хотя может и 30 создательность на самом деле. Ну, пока этого делать не будем. Что-то глупо читает. Вот, вот, пока что будем сохраняться. Хотя, наверное, зеленое яблоко было не принципиально брать. Скорее всего. Ну, мы посмотрим. Новое сохранение, пожалуйста, ничего не делайте. Окей, ничего не делаем. Идем... Куда? Идем в пещеру. Кристальный дворец. И музыка сразу такая, вот, то, что нужно, да? Ой, меня сейчас куда-то телепартнет, а я не уверен. А! Это мы, типа, ее восстановили в хп-шку и так далее. А тут, скорее всего, манну, да? Установим. Здесь нельзя было в палатке спать, ну, ладно. Будем знать, что с этой стороны можно восстановить то, с этой стороны можно восстановить то. Спасибо, что пришли. Что это такое? Что у нас тут? Кто тут? Дед какой-то. Ты кто? Фусоя. Защитник Лунариан. Лунариане? Много веков назад, планета между Марсом и Питером была на грани умирания. Оставшиеся в живых улетели на голубую планету. Голубая планета? Наш дом? Да, земля. Но поскольку люди земли не эволюционировали, выжившие создали другую луну, где они сейчас спят. Так эти выжившие стали лунурианными, а они все еще спят. Некоторые были настроены враждебно, они даже строили план завоевания земли. Ух. Я его усыпил, но даже через много лет силою воли все увеличивается. Эта воля испортила злые души. Я заставил их собирать кристаллы. Голбрус был одним из них. Так кто этот парень? Земус. Он хочет использовать кристаллы, наш источник энергии, чтобы восстановить Вавилонскую башню. И Вавилонского великана, чтобы тот уничтожил землю. Безумец. Но это не воля у Лунариан. Они тихо ожидают развития земли, но хотят с ними облиниться когда-нибудь. Как появился лунный кит? Мой брат Клуя давным-давно добрался до голубой планеты, которую он жаждал посетить. Он предоставил концепцию воздушных кораблей и дьяволской дороги у вашего народа. К тому же он влюбился в землянку, она надела ему двоих людей. Ты один из них? Чего? Я? Значит тот голос на горе испытаний? Без сомнения дух твоего отца. Ты похож на Клуя? Этот свет был моим отцом. Клуя дал тебе свои силы победить землю, суса. Мы должны остановить его во имя наших двух раз. Теперь ты отправишься к Валилонской башне. Башня защищена. Я могу нейтрализовать барьер. Пойдем, у нас мало времени. Он Риан Фусуя присоединяется к команде. А что ты делаешь? Ты видимо маг тоже, да? Ну по любому магше. Стоп, стопудово маг. Хотя... Что у тебя есть вообще экипировка? Ты кто такой? Луна. Луна. Чародей. Магия. Как это у тебя магия есть? У меня ничего не изменит. Хм. Короче нам нужен порядок изменить, да? Ряд. Как-то так. Ну что сеток кристаллов то, а? Ужас. Он рядом с его спят глубоко в голове, а Фусу защищал их веками. Ну да, молодец. Это видимо портал. Запечатан невидимой силой. Чего я не могу портануться? Что такое? Почему мы не можем портануться друг? Наверное потому что нам не сюда пока что, да? К сожалению, может быть чему-нибудь заюзть можно? Не. Надеюсь не зеленый, а я бы к нам был сюда класть. Ну и куда нам тогда идти? Не, ну че, серьезно что ли? Я что, пришел только за стариком и все. И теперь нам назад что ли получается? Или мы со всеми кристаллями пообщаться? Мои кристаллы луны. Отлично. 8 кристаллов соответствующих земные помогают поддерживать баланс. Мы окружили центральное отверстие, где лежит Земус. А, вот он там лежит, я понял. Земус выставил защитное поле, перекрывающее дорогу к центру луны. Земус использовал голубец для сбора земных кристаллов и усилил их энергию. Убавилонскую башню. Ну, 8 кристаллов луны запечатанную землю. Понятно. Нам пока туда рано, да? Нам на землю, видимо, надо возвращаться получается что ли? Не получается так. Скорее всего. Интересно, конечно. Какой небольшой путь и сколько мы качались ради этого и так далее. Ладно, атака, атака. Это магию уберечь не стоит. Черная магия, огонь 3 уровня. Что еще есть? Смерть, вспышка. Метео. Ну, не знаю, давайте вспышку устанем. Лед 3 уровня, ладно. Ладимся, посмотрим, что это за маги. Да нет, что это за маг, как он будет бить. Слабень. Ну, это лед, возможно, а не против льда. У них этот. Хорошие резисты против льда. Вполне возможно. То есть он не чистый аймак. Может у него и меньше уронов. Чуть-чуть. Лечить 4. Ну, давайте посмотрим нас, как он вылечит. Четвертым уровнем лечения нас. Не, да, огонь явно наносит им больше урона, чем лед. А лечит он лучше розы, так сказать. Просто неправильно выбранная магия была против этого червя. Победа 2,500 уровня. Лопта. 5,500 уровня. Ой. Понятно, что я не туда побежал. Молодец вообще. Сейчас мы их огоньком поджарим чуть-чуть, че он там восстановление Я их взял на гад, ну да 3 уровня, минус 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 Добавь я повысил уровень, гуд, вполне Что-то я замудрил тут в этих ударах, надо было добивать наверно сразу его, ну ладно. У магии много этого старика, интересные и полезные надеюсь. Ну пока что смысла особо управлять нет, слишком легкие мобы Пост подлечимся Жалко в нем манна мало, там метью чтобы использовать и так далее много раз На каком-нибудь из боссов крип, тем временем оттеджа и минус врага Где-то еще опыта Очередной бой, первый удар, пудинги, пудингов надо убивать Огнем 3 уровня, почему бы и нет Не тратим манну, мы все равно в корабле восстановим То есть не жалеем манну, мы все равно в корабле восстановим Странно, почему ниндзи наш последний ходит, ну ладно Еще 2-4 стоп-то, маловато конечно совсем, но Хоть-то как, хоть так Не все правильно иду Засада, плохо Отравление Отравление Сейчас мы подхилимся Аккуратненько Вот еще ночь куда? Да, 1300 Слабее он хилит, нет, ошибся в этом плане Хилит он слабее, так у нас есть Иисуна 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 Оба крит, отлично Давайте сразу Иисуна Иисуна Еще раз Иисуна 500, слишком много бьют, гады Минус 0 Отлично, четыре пятьсот опыта. Уже что-то. Текс Ясуна, да. Можно еще и подлечиться немного. Ниндзя Наша, например. Колдуна этого фусую лунарного. Так, с вниз нам. Бой. О, еще и сзади атака. Совсем печально. Всем неприятно, тысяча сразу по фусу и шестьсот по уроби. Ой-ой-ой-ой. Совсем печально. Просто ланшот, просто ланшот. Беда. Совсем беда. Включить не можешь, да. Еще неприятно, что ланшотнули, конечно. Так, нужно воскресить фусую. А без этого, не знаю, подлечить кого-нибудь. Вампиры эти, блин. Неприятно очень. Шестьсот, слабо. Слабо, очень слабо. Давайте огнем второго уровня, добьем его. Все-таки экономили его подсознательно на магию. Я понимаю, что экономить то и смысла нет. Никакого. Как бы, так вот. 3000 опта, нотус. Так. Давайте розой подлечим, да, лечение третьего уровня. На вас. Трис. Четыре. Вот так вот. Не особо жалею, опять же, манну. Потому что понимаем, что в корабле там и подхелимся в любом случае. Так. Уиланская башня. Ну, у нее ли она находится? Вот, чем дело, или не луне. То есть, надо подниматься на землю. Ну, я помню, что она там есть. Но есть она на луне, если не ошибаюсь. Хотя нет, она под землевой. Помните, у гномов была. Поэтому, то есть, то есть, или там вход, или на самой земле. Или под землю, или в втором мире, да, подземном. Темном, или как он там называется. Сейчас, в общем, разберемся. Тут нету, тут только пещера, поэтому на этом нет смысла, да. Ну, что ж, что, да ладно. Так, как бы, поднимаемся на землю. То есть, летим, перемещаемся. Словно, на землю. Причем как раз вот рядом с башней. и там какие-то события происходят странные, темнота, затмение, а башня, мы опоздали, что же значит опоздали, выступая от великан Вавилона, не, ну еще с великаном шельбийца, я не сохранился, так нечестно. Похож на мех какого-то. Да Гайвер просто. Смотри, Гайвер реально ведь. Открыл грудь и там лазеры как-то. Гайвер стопроцентно на руках, смотрите, мечи. Пусть это из Гайвера взято, явно с великаном был навеянным. Что же нам делать-то? Нам нужно что-то делать. Что это такое? Танки гномов. Выходят гномы, мы присонимся к вам, будем драться за мать-землю. О, Фикус, я не успокоюсь, пока не преодолею этот кризис. Стреляйте в них, стреляйте, там еще и красные крыльюшки прилетят, да? Сид, настало время устроить настоящее шоу, ребята, полный период. Да-да. Полом, ой, эй, брат, как дела? Старейшина привел нас в норму. Это не только твоя битва, а мы должны бороться своими в выживание. Ура, ну все друзья вернулись. О! Вложу эту всю отрагу, которую меня научили. Спасибо вам всем. Великан пошатнулся. Это наш шанс проникнуть в Вавилонскую башню. Я понял, мы проникнем во внутрь и уничтожим его сердцевину. Сид. Подойди к его, Арту. Кто он? Пусуй, защитник Лунариан. Лу кого? Может ты можешь или нет? Ах, держи бороду при себе. Я ничего не могу сделать. Теперь держитесь! Давай Сид, ты сможешь. Сид точно сможет. Опа, мы попали внутрь. А заставить Сид можно? Нельзя. Я так и сзади какое-то непонятное существо. А за метчен ножичек, за метчен ножичек, лометчен ножичек. Ох ты гад. Вещество тревога. Ой, вот эта штука, она мне очень не нравится. Прям очень не нравится. Как тебе огонек? Неплохо, да? Гуляй. О, как я знал, пол роботча ударит со всей силой ГР. Крит. Сколько у него жизни, я фиг знаю. В принципе, Сид не сильно бьет. Готов, отлично. 4600 опика. Учный ветер. Ой, да каждый шаг битвы, что такое? Что это? Это вообще несправедливо. Это вообще как-то вообще. Крит от Эджа. Порвемся, я надеюсь. Фу, луч, я подумал, что это все. Вот не тот луч был, это хорошо очень. Хиляемся. Да, у нас так было у всех хопро. Не посмотрел, а глупо как-то получилось. Совсем глупо. Давайте добьем Искателя. Ну, уже лучше смотреть, а? Отлично, минус. Нет. Искатель не очень много хп получается. Ну, наконец-таки. Какая-то за них много глупота дадут. Из-за прошлого дали 4 с чем-то. 6200 нормально. Стрелы удара, ну, извините, у нас тут на них место. Шея. Грудь. Чурикен. Кажется, не кто пошел, да? Такое ощущение есть, правда? Ну, такое легкое, но есть. Неприятно очень. Чуть за морковкой, я не знаю. Лучевик, наездник, машина. Злоба Гай, получите, сволочи. 2700, 224, да еще что-то там. А, огонек, хотите? Так получайте. А, лечение третьего уровня, хотите? Пожалуйста. Что-то Роза мало стала лечить третьим уровнем, как-то совсем. Уж в машине меньше лечения, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, неприятно. Хотя у нас первый удар, это хорошо. Так-так-так, огонь. Так, че, наверное, огонь, да? А где огонь-то у нас? Огонь. Ну-ка, 1500, 1500, 1300. Так, все. Хилимся, нормально. 1800, 1500, ну давай, фусуя. Слабо, совсем слабо. К сожалению, совсем слабо. Я четвертый уровень лечения спутал с третьим, поэтому говорю, что слабо хилит. Все так нормально, в принципе, как, наверное, и было. Хотя, может быть, я и не прав. Чуть-чуть совсем. Так, машин мы убили, теперь остался искатель, надо его увальнуть. Ой, тревога, ну я так и знал, что нужно сначала искателя валить. Было. Чтобы не призвал еще какое-нибудь существо. Гадское. У него жизни довольно таки много. Неприятный бой. Из-за этого, ну, с другой стороны нам больше опыта дадут. Наверное. Из-за того, что мы сейчас наездник это возьмем. Плюс к тем трем существам. Серия у нас будет немножко дольше, чем обычно, но не страшно. И так до этого серия было мало, поэтому. 8 стопов, повторяйте, повысил уровень. Неплохо. Вполне кабинка еще. Еще и кабинка, да. Сильное зелье, которое нам, в принципе, не очень-то и нужно. Эфир, эфир это круто. Я к сундуку пошел вначале, поэтому, наверное. Что у нас с по манне? По манне у нас серфигово, честно говоря. По манне у нас совсем серфигово, особенно у Фусуя. Можно сказать, ее вообще нет. К сожалению. А манне приходится тратить. Можно, конечно, и без этого. Я просто не знаю, сможем мы где-нибудь посреди подхилиться. И сохраниться и так далее. Поэтому я стараюсь, как можно меньше тратить жизни. Манну, конечно, сливать не очень, наверное, хорошо. Но что нам делать с другой стороны? Кабинка еще одна. А это стрелы нам не очень нужны сейчас. Давайте возьмем этот сундук тоже. Нашел тревога. На что я могу его обменять? Я вообще не знаю. На бомбу могу обменять. Наверное. Желудок. Может в желудке эта штука, да? Яблоко. На что его обменять нужно? Я не знаю. На бриллиантовые перчатки. Да давай их с ним. Ценой их продавать, по идее. Бой очередной. Так. Обгоним. Лечимся. Стараем фусую магию все-таки сохранить немного. Погодится если будет босс какой-нибудь. Ядро там будет как босс, да его? Мы больше физатаками бить будем стараться. Отлично вальнули первую морковку. Ну не знаю как по-другому их назвать. Хотя ну почему морковка? Может быть это и что-то на другое напоминаю. У меня первая ассоциация что это морковка с этой сострелой. Три двести. Три двести. Три двести монет. Самокапал. Чего это? Самокапал. Я не знаю что это. Поэтому я не буду это брать. Хватит. Выкидывать вещи ради непонятно чего. Атака сзади. Ну просто супер. Кусую. Сейчас будет минус. Давай сбежим. Отлично. Задымили и убежали. Почему то у нас с зеленью сильными. 62 еще в этой стопке. Только убежали то недалеко. Первый удар у нас правда. Ой чисто по одному не надо было огнем то бить. не было по всем ну ладно. Подлечим чисто Эджи. Огонек. Четыреста. Готов. Четыреста. Не придется Эджим добивать. Эджи уже по другому ударит. И урон у нас не потеряется. 240 стрелами. Так себе конечно. Но для стрел. Тысяча триста таража. 180 от уробы. Парализация. Отличный уробы. Красавец. Тысяча триста тэджи. И второй наездник готов. Опыта по четыре. Мало. Но сколько есть. Парчи добрались до спуска еще ниже. Но почти не очень считается. К сожалению. Парки. Ладно. Не знаю. Всех подлечим. Маны довольно таки много. Хотя. Много маны не бывает. Как в жизни. Особенно в рпгхах. Особенно в рпгхах. Особенно в рпгхах. Отлично. Добили обоих. Еще четыре тысячи опыта получили. Идем дальше. Палатка. Кабинка. Берем. Опускаемся ниже. Доход. Аман это кончается. Вот так вот. Ман это кончается. Очень неприятная вещь. Но это так. Пытаемся добить всех сразу. Получится ли? Не получилось. Было наверное огнем бить. Наверное это было бы более эффективно против морковок. Луч мимо, луч мимо. Отлично. Добили одну моркову и сейчас должны добить вторую. Да отлично. Только опыта четыре двести. Тоже неплохо. Я так и думал что монстры будут. Просто. Жесть. Ну что я сделал. Ну что я сделал. Роза уже так стала бить да? Ну. Кстати. Не Роза. Не уробычи. То что он там делал. Не долбануло. По крайней мере пока. Это радует. Бля. Цель. Деление. Ой. 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 Мы выиграли. Ну. Эликсир. Эликсир. Эликсир получили. Просто супер. Стоил этот бой. Бой явно стоил того чтобы. А я так и сзади. Механический дракон. Ну это. Благое. Ничего себе. Что там дым. Говорите да? Я пожалуй завязаю дым. Нафиг. Жесть какая-то была. Он огнем нас бы просто бы изничтожил. Не заметил. Я очень надеюсь что верху сохранения и. Там мы сможем поставить кабинку. Пополнить манну. Христничный колубик. Ну давайте попробуем его убить. Ну это. Жесть. Хотя если он не постоянно будет огнем убить. То нормально. Может можно. Он слишком часто бьет огнем и такое ощущение, что мы зря с ним бьем сейчас. Ну опять огонь, ну что за бред. На тебе в ответ огонь. Что у тебя хп это блин дракон, это короче вот так вот, а у тебя оживление есть? Да. Что он сделал? Он просто ежу восстановил и все. А вот так вот, я понял. Я понял. Ну это вообще не честно, ни разу причем. Это что за бред вообще? Что за бред реально? Он 25 раз за ход бьет огнем своим. Л26 раз за ход. Просто идиотизм. Кусую вообще ничего не делаю, а он когда заюзал эту штуку, у него ходы что ли все на нее уходят? У нас восстанавливается эта штука, но уходят все ханы, ясно. Это жесть, мы такой сейчас бой у 13-800 опыта получили. Но это был настолько жесткий бой. Просто жесть. Не знаю, мне эфир приходится юзать хотя бы один. 100% сильное зелье. Погодите, а еще там внизу была, это как раз сохранялка-то и была, да? А дурак, походу нам хуже, я красавец. С левой стороны вот это что у нас? Первый удар, отлично. Получай. Давайте, он жив. На 4200, не ваншот, офигеть, это он, блин, дает. Вот. Что хп это, это 5 шу? 5 шу, 5 шкен-то или просто 5? Интересно. Он нам жизнь устанавливает или манну? Здесь вот эти. Нет, хпшки, это не жизнь. Это не манну, к сожалению. Если бы он на ману по 10 восстанавливал, то было бы конечно супер. Прошлый бой конечно был эпичный, мы чуть не сдохли. Если бы эти там 50 минут раз уровень повысило, пошли бы коту под хвост. Ну вот наконец-таки так вещи. Вот это у нас кабинка, кабинка. Ну что ж, всем большое спасибо, кто смотрел. Вот серия у нас получилась длинная, ну как бы компенсация то, что серии выходили нередко очень. Сейчас в принципе выходят не так часто, к сожалению. Надеюсь не будут выходить почаще, когда как будет время. Прошлая серия у нас была короткая, как раз обещал, что дня через два будет следующая. Ну и в принципе через два дня она и сейчас уходит. Я думаю, сейчас уже ее практически заливаю в это время. Ну тут же буду заливать в этот же день поэтому. Всем большое спасибо, кто смотрел. Всем пока-пока. Ждя наук серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.